Смирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Остановить распространение вируса реально не считают 8, если страны как можно раньше распространены. Утюга, пусть ее и не... Переходим к топу. Итак, топ 13 книг про эпидемию, про вирусы, про массовую какую-то заразу. И, естественно, первая книга, которую я просто не могу не упомянуть, это Стивен Кинг «Противостояние». Противостояние. В свое время, да и, наверное, до сих пор есть противостояние поклонников, которые одна часть считает, что самое крутое у Кинга это «Темная башня» цикл, а другие, что противостояние. «Темная башня», кстати, была написана после противостояния, и поклонники из второй группы считают, что, в принципе, если бы Кинг после противостояния ничего не написал, то мир бы не сильно потерял. Я, кстати, с этим абсолютно не согласен, потому что, на мой взгляд, у позднего Кинга огромная куча великолепных произведений. Но, ладно, об этом, в принципе, вы можете посмотреть в моем видео, с чего начинать читать Стивена Кинга, в моих других обзорах по Кингу, коих великое множество, 6 или 7, что ли, по-моему. А сейчас про «Противостояние». Книга действительно очень крутая, очень культовая. Между прочим, еще в 2020 году выходит, ой, я вот забыл, по-моему, все-таки сериал, а не фильм. Да, точно, 10 серийный сериал будет выходить в этом году. Кстати, прям прекрасно совпало, что именно в этом году выйдет экранизация «Противостояние». Сюжет книги очень прост, из американской лаборатории, в секретной лаборатории, врывается вирус, грипп какого-то нового поколения, который убивает практически всю Америку. Как вы знаете, американцев для них, Америка, это считай, что весь мир, так что можно сказать, что и весь мир обезлюдил. Ну и есть небольшая группа выживших, которая идет... которая идет. Тут еще стоит сказать, что группа выживших будет потом разделена на два лагеря, одни будут как бы добрые, другие как бы злые, поклонятся черному человеку, но это уже, в принципе, не так важно. Роман очень хороший, сильный, культовый у Кинга, является его, можно так сказать, визитной карточкой. Еще что стоит отметить, если вы, например, знаете Кинга по таким романам, как «Мизери» или «Игра Джеральда», тоже «Сияние», то вы понимаете, что Кинг прекрасно справляется в рамках минимализма, то есть с малым количеством героев, потому что в «Мизери» там всего два героя, в «Игра Джеральда» вообще один. Но противостояние в свое время показало, что Кинг и в другой противоположности тоже очень хорош, то есть когда огромное количество персонажей, и в противостоянии действительно их просто какое-то неимоверное количество. Но пусть это вас не пугает, роман отличный и прочитывается на одном дыхании. Кстати, с 1 января, когда был обзор Кинговского Оно, вот получается, что довольно давно уже не было обзоров никаких книг Кинга, и если вы хотите, чтобы я сделал обзор книги «Противостояние», то обязательно пишите об этом в комментариях, и давайте под этим видео наберем 2000 лайков, и тогда я буду читать «Противостояние», и где-то, не знаю, в мае, может быть, летом, выпущу обзор этой книги. Мы будем двигаться дальше. Кстати, у Кинга еще на тему вируса можно было бы отметить мобильник. Там суть сюжета в том, что людям через мобильный телефон передается некий страшный вирус, от которого они становятся бешеными и начинают нападать друг на друга. Но все-таки мне показалось, что эта книга не совсем по нашей сегодняшней теме, поэтому не будем ее трогать. А лучше тронем сына Стивена Кинга, Джо Хилл, пожарный. В этой книге тоже эпидемия, тоже распространяется по всей стране, только эпидемия не совсем обычная. Это не просто зараза, когда кашляешь и чихаешь. Нет, в пожарном Джо Хилла тело покрывается страшным каким-то грибком, и люди могут самовозгораться. И от этого, естественно, погибать. Это не как суперспособность фантастической четверки у факела. Хотя без некоего факела тоже не обошлось. Есть некий пожарный в книге. Собственно, книга так и озаглавлена пожарной. Он тоже весь покрыт вот этим вот, вот этой чешуей, грибком, но может контролировать свое возгорание и при этом не погибает. Ну и при этом еще защищает других больных, потому что, потому что, что Стивен Кинг, например, в противостоянии, в мгле, в подкуполом, в мобильнике. Но не в первую очередь, но показывает то, что кроме внешней вот этой вот эпидемии, чаще всего большую опасность несут люди выжившие. Выжившие, но очень боящиеся заразиться, паникующие. Ну и Джо Хилл, собственно, яблоко от яблоньки недалеко падает. Пишет приблизительно про то же самое. То есть в пожарном есть команда добровольцев, которые убивают вот людей, у которых вот этот вот страшный грибок на себе не показывают. То есть происходит такое линчевание, а пожарный их от этого спасает. У книги есть разные отзывы. Кому-то нравится, кто-то считает, что там до Стивена Кинга сильно не дотягивает. Но, как по мне, попробовать ознакомиться стоит. Естественно, когда мы говорим про страшную эпидемию, то я не могу не коснуться этого романа. Альбер Камю «Чума». И, если честно, этот роман я читал и был им разочарован. Я от него ожидал какого-то вау, какого-то глубокого психологизма или чего-то в этом роде. Но в итоге, в итоге мои ожидания абсолютно не оправдались. Да, в романе есть «Чума», в романе есть «Эпидемия», которую, скорее всего, по-моему, перенесли крысы. В романе закрывают город, мы наблюдаем за этим городом. Но, если честно, все это так скучно. Там нет каких-то вот прямо интересных, цепляющихся моментов. И, по сути, свои романы-то не обманывают. Это действительно описание жизни города во время чумы. Но, вот, видимо, избалованный Кингом, я ожидал какой-то вот глубокой психологии. Какой-то там, не знаю, у каких-то там героев паники, может быть. Что кто-то там пытался бы что-то саботировать. Как-то пытались бы выбраться, пользовались бы какими-то другими лекарствами. Но особо ничего не было. Я давно его читал, лет, не знаю, 7-8 назад. Но, вот, вообще, я не помню никакого яркого события из этого романа. Книга классическая, и я не отговариваю вас ее не читать. Я просто пытаюсь вам сказать, чтобы вы читали без каких-то особых ожиданий. Многие, кстати, критики связывают вот эту вот чуму, ну, считают, что это аллегория или метафора на Францию во время фашистской оккупации. Вот в этом плане роман, кстати, может быть интересен. Я, по-моему, когда я читал эту информацию, особо не знал. Поэтому, может быть, воспринимал все слишком буквально. Но, все-таки, на мой взгляд, у Камю есть более интересные вещи, тот же посторонний. После Альбера Камю давайте затронем еще одного классического писателя. Это Джек Лондон и его роман «Алая чума». Стоит сказать, что это вообще очень непривычный Джек Лондон, потому что мы его все-таки знаем больше как автора каких-то таких приключенческих романов. А здесь внезапно Джек Лондон фантаст, и притом не просто фантаст, а фантаст с написанной постапокалиптикой. Сюжет старик рассказывает своим внукам-дикарям, не знающим цивилизованной жизни, о том, как люди жили до Алой чумы. А Алая чума – это болезнь, которая, соответственно, отбросила весь мир обратно к Средневековью. И суть в том, что вот эти вот дети, внуки старика, они не верят, считают, что старик какие-то свои басни выдумывает, что-то там рассказывает. И они не верят в то, что было там более-менее, ну, какое-то в 1900-х годах прогрессивное общество. И чем-то, кстати, вот этот вот роман Джека Лондона по своему существу мне напоминает рассказ Уэллса. Я сейчас не помню его название, но когда буду монтировать, вот здесь его вставлю. И там суть в том, что в общество слепых попадает зрячий, и он пытается доказать слепым, насколько мир вокруг прекрасен, а слепые ни в какую не верят этому. Следующая книга – Яна Вагнер, Вон Гозера, Эпидемия. Тут название как бы само рассказывает за себя. И, кстати, на эту книгу еще недавно вышел сериал на ТНТ-премьер в 2019-м, по-моему, году. В принципе, роман может быть интересен, особенно учитывая то, что он русский, получается, написан русской, и действия происходят где-то в России, и люди, персонажи в романе, ну, вот, по менталитету чувствуется, что чисто русские. Не знаю, к сожалению, я сам не читал эту книгу, но вот, судя по отзывам, там обычно вот все то, что я в своих трэшовых обзорах и ругаю. То есть, тупые персонажи, никакой логики. Может быть, ради интереса, кстати, и прочитаю эту книгу, и, может быть, выкачу вам обзор, но это не точно. Следующая книга выходила, кстати, достаточно недавно в моей любимой, ну, одной из любимых серий интеллектуальный бестселлер Эммануэль Перот де Профундис. Эта книга рассказывает про то, как Европу захватила эпидемия вируса Эболы, или Эболы, тут, в принципе, и так, и так можно удаление. Как понимаете, книга написана вот совсем недавно. Кстати, в чем интересная особенность этой книги, то, что она написана, по сути, от антигероя, антигероини. Там главная героиня это Роксана, которая не очень дружит с законом и промышляет тем, что продает лекарства от вируса. Но, несмотря на вот эту вот интересную особенность, опять-таки, судя по отзывам, книга не... не получилась хорошей, очень много штампов вот таких вот как раз постапокалиптических. И что вроде бы задумка хорошая, и начало повествования тоже, но потом как-то все скатывается в обычную чернуху, притом в чернуху необъективную. И если вы эту книгу читали и можете либо подтвердить, либо провернуть мои слова, то в комментарии. Следующая книга от автора, который мне нравится, это Тесс Герритсон «Химера». Здесь книга не совсем обычная, потому что здесь эпидемия разрушает не город, не страну, не мир, а международную космическую станцию. Да, группа астронавтов подхватила какой-то космический вирус и начинают умирать прямо такое... начало чужого. Вот, кстати, за что я люблю Герритсона, особенности в ее хирурге... да, в хирурге. Что она очень любит. Она не любит, а точнее она очень внимательна к деталям. И в Химере также большое внимание уделено деталям жизни астронавтов, всяким техническим... штукам. И несмотря на то, что книга больше... ну, как большинство современных детективов написана в рамках такого блокбастера, но все равно Химеру Герритсон следует читать вдумчиво. Раз уж коснулся азбуковской серии «Звезды мирового детектива», то не могу обойти еще и детектив Франко Телье «Пандемия». И тут начинается все сравнительно безобидно. В Париже несколько людей заболевают гриппом. Однако это не обычный грипп, а совершенно новый, более того, искусственно созданный. Ну и криминалисты, соответственно, пытаются разгадать этот дьявольский план, как написано в аннотации. Поймать этого химического преступника и не допустить заражения всего мира. Кстати, этот роман продолжает историю, которая начинается в романе Телье «Страх», поэтому лучше читать последовательно. Но конкретно в этой книге все-таки про вирус где-то процентов 10, а в основном во главе стоит детективное расследование. Кстати, тема заражения всего мира, мне кажется, прекрасно подошла бы каким-то героям книги Паланика, но на удивление почему-то Паланик про это ничего не написал. Но не вида, потому что есть Джефф Нун и его брошенные машины. В Британии очень загадочная болезнь, которая людей зариентирует и сводит с ума. Никто не может увидеть себя в зеркале или даже на фото. Либо чужие лица, либо каких-то чудовищ, либо вообще что-то невнятное и расплывчатое. Что касается невнятного и расплывчатого, то это можно употребить и к самой книге. Все происходящее в книге очень безумно описано, опять-таки, так же сумасшедшим образом. На страницах творится сплошной трэш, так что, я не знаю, даже любители Паланика, мне кажется, будут сильно огорошены, читая книгу Джеффа Нуна. Ну а если вы не боитесь, то рискуйте. Еще одна книга — это новинка «Риддл. Пандемия». В Кении появился какой-то новый страшный вирус и начал расползаться по всему миру. В Кению отправлены врачи, пытающиеся разгадать природу этого самого вируса. И многие читатели отмечают, кстати, что все действия врачей, эмоции, их какие-то открытия и провалы переданы так ярко, что это один из самых сильных моментов в романе. В общем и целом, в книге полно загадок, всяких тайн, связей между прошлым и настоящим. В принципе, как в любом такого рода триллере. И если вам прям хочется почитать что-то про эпидемию, пандемию и болячки, то вот эта вот книга, мне кажется, прям лучший вариант. Следующая книга — Эмили Мандал, «Станция 11». И я эту книгу отметил, блин, потому что мне очень нравится, что там, ну, весь мир болеет грузинским гриппом. Я просто не знаю, ору от этого определения. Грузинский грипп захватил весь мир. И книга еще интересна тем, что здесь не совсем тривиальный сюжет, где все пытаются выжить. Нет, здесь проходит 20 лет после того, как вот этот грузинский грипп всех покосил. Ну, как всех, большинство. И какая-то группа выживших организовала дорожный театр, она и с этим дорожным театром они ездят по городам и ставят пьесы Шекспира. Вот такой вот необычный сюжет для книги про эпидемию. И у книги есть особенность, кому-то как минус, кому-то как плюс, что в этой книге очень много всего понамешано. Кроме обещанного постапокалипсиса, есть еще актеры, музыканты, вот эта вот постановка пьес Шекспира, какая-то романтика дорожных путешествий, какая-то любовь, дружба, похищение, находки, схватки, еще секта будет. Но опять-таки это особенность, с которой нужно разбираться, потому что в некоторым книгам идет то, что в них много всего, некоторым наоборот не идет. Ну и для каждой, короче, книги отдельный случай. Но вообще аннотация интригующая, так что если заинтересовались, то желаю хорошего чтения. Мы уже практически подбираемся к концу, поэтому давайте вставим в наш список и книгу «Нонфикшн». Это относительно недавняя, пару лет назад вышедшая у Альпины, книга автор Сони Шах «Пандемия. Всемирная история смертельных вирусов». Собственно, опять-таки, за что люблю «Нонфикшн» то, что по названию понятно все, о чем книга и что вас будет ожидать на страницах. Мне кажется, что на данный момент книга прямо обязана стать бестселлером. Ну и, кстати, Соня Шах, научная журналистка, между прочим, не хуё-моё. И Соня проводит параллели между холерой и новыми заболеваниями. Кстати, интересно, предсказывала ли Соня нечто похожее на коронавирус или нет. И еще раз повторюсь, что книга вполне может стать бестселлером. Ну и мне кажется, это сейчас интересно почитать. И вот дошли мы до конца, тринадцатая книга. И, естественно, я не мог не упомянуть своего любимого Сомерсета Моэма. «Узорный покров». Книга вообще не об эпидемии, не о вирусе. Она скорее о нелюбви. Ну, точнее как, она о людях, о любви, о нелюбви. Ну, в общем, все как у Моэма. Книга шикарная, книга очень глубокая, очень психологичная. И я ее советую даже вне зависимости от вируса. По сюжету есть девочка, ну не девочка, 25-летняя где-то, женщина Китти, которая выходит замуж за известного бактериолога. Кстати, есть еще фильм 2006 года с Наоми Уоттс и Нортоном в главной роли. Так вот, Китти выходит замуж за Уолтера. И не складывается у них семейная жизнь. Она заводит себе любовника. Любовника достаточно глупого, но сексуального, напыщенного, пафосного. В принципе, Китти тоже не отстает и тоже, знаете ли, не ума палата. Но они находятся в Китае. Китай охвачен холерой. И вот почему эта книга находится в этом сегодняшнем топе. Ну и Уолтер и Китти, Китти, кстати, уже успела разочароваться в своем любовнике, отправляются вглубь Китая бороться с этой самой холерой. Ну и в процессе этого страшного путешествия очень многие вещи переосмыслятся. Герои, ну, та же Китти, явно повзрослеет. Хотя и... Ну да ладно. Впрочем, не важно, что хотя и. Лучше почитайте сами. Еще раз отмечу, что книга пронизана глубочайшим психологизмом. И Моэм... Моэм вообще великолепный человек. Он умеет просто описывать ситуацию без того, чтобы занимать авторскую позицию. В плане того, что кого-то осуждать или кого-то, наоборот, выделять. И в данной книге, в сложившейся ситуации, можно вообще... Можно каждому за всю вот эту вот ситуацию, каждому вменить вину. Мол, Китти дура, любовник ее, не помню его имени, тоже дурак. Но и Уолтер, что его жалеть, он тоже как бы дурак. Лучше бы женой своей занимался, чем пробирки мыл. Но в то же время и каждого героя можно оправдать. Потому что Китти, ну, так воспитывали этот любовник, ну, такой человек. А у Уолтера эти чувства Китти вообще непонятно. То ли, ну, это даже не любовь, это какая-то прихоть глупая. Но еще раз скажу, что все эти чувства, это испытываем мы сами. А автор просто рассказывает ситуацию, как она есть. Без того, чтобы кого-то осуждать или кого-то оправдывать. Все отдает на наш суд. Кстати, я вот разрывался, кого же поставить на 13 место. Это Моэма или Маркеса, Любой во время холеры. Или Любой во время чумы. Кому как нравится. Но, во-первых, я все-таки Моэма, я Маркеса тоже сильно люблю. Но Моэма люблю все-таки сильнее. А во-вторых, все-таки в узорном покрове описание эпидемии и болезней чуть-чуть побольше, чем у Маркеса. Но, кстати, никто не мешает вам и прочитать Маркеса, Любой во время чумы. Субтитры сделал DimaTorzok.